Значит, могу сказать, что у нас в Центре автоматической фиксации города Москвы, и не только города Москвы, хронически, в общем-то, грубо говоря, применение законодательства хранит нам на обе ноги. Во-первых, законом предусмотрено, что жалоба кому-то направляется, подается. Прекрасно. Нигде не говорится о том, что жалоба должна быть подписана. Таким образом, в общем-то, уже странная вещь заключается в том, что когда иногда возвращаются жалобы, которые подаются в электронном виде, возвращаются с небольшой отпиской на тему того, что должно быть подписано. Нет, на самом деле, такое требование имеется только лишь к тем жалобам, которые подаются в надзорном порядке к председателю суда. Причем председателю суда субъекта федерации. Это уже надзорное производство. Что касается простой жалобы, то получается, должностное лицо, которое получило жалобу и в его полномочия входит рассмотреть эту жалобу, оно может сделать вывод, что мне недостаточно текста. Я вижу, что кто-то написал, что я это такой-то, но не вижу подписи. При таких обстоятельствах необходимо, стало быть, сделать вызов этого лица на рассмотрение. И с участием этого лица уже рассмотреть жалобу по тем доводам, которые, в общем-то, человек заявляет с учетом всех обстоятельств дела. У нас хронически это не соблюдается. Человек однажды надеется получить решение по жалобе, копию. По крайней мере, московский ЦАФАП очень сильно грешит тем, что копии решений по жалобам они практически не направляют. То есть бывают случаи, когда у человека, например, заведомо там много постановлений, он заведомо много жалоб подал, и в результате он долго и упорно ждет, когда же ему пришлют решение. И примерно через полгода он получает письмо от судебного пристава. Оказывается, все уже на свете прошло, и осталось только лишь заплатить штраф. Фактически, в общем-то, постановление не вступило в законную силу, поскольку он даже не получил копию решения. Такое беззаконие у нас, в общем-то, к сожалению, хронически повторяется. Бороться сейчас проблематично. Нужно только лишь говорить об этом, выдавливать снаружи в каждый случай. Их еще и не признают, потому что те письма, которые приходят с этим решением по жалобам, они должны быть заказными. То есть, может быть, я получил или не получил, может быть, кто-то отослал или не подослал. Неизвестно. Один говорит, не получал, другой говорит, я отсылал. Это одно. Другое дело. Как лучше поступать? Во-первых, принести лучше жалобу непосредственно в ЦАФАП, это в Москве садовая самотечная, дом 1, на первом этаже, там сделали достаточно большой зал. Формально, в процессуальном порядке, это не должно быть рассмотрением жалобы. Однако, в общем-то, сотрудники полиции сделали вот такой вот оригинальный ход. Они принимают человека, человек может представить какие-то доводы и, соответственно, сразу подать заявление. Я не говорю слово жалобу, потому что гаишники, они, к сожалению, привыкли к слову заявление. Жалоба подается на конкретное постановление, на одно постановление и, в общем-то, приводятся какие-то доводы. В дальнейшем уже происходит рассмотрение этой самой жалобы. Если направить эту жалобу по почте, то вполне возможно, что будет просто отписка. Ну вот, что касается подобных ситуаций, как в данном случае, это из разряда курьезов. Сейчас это не так уж и много, к счастью, раньше было гораздо больше. Сейчас больше вопросов связано с тем, что видоизменяются регистрационные знаки. То есть, там, буквка Х превращается в буквку У или наоборот. Используется просто от ликопластыра или что-то такое мажущее. Бывают случаи, когда автомобиль оказывается на эвакуаторе. Эвакуатор что-то везет, это что-то имеет регистрационный знак. В результате владелец этого чего-то получает новый штраф. Точно так же, в общем-то, бывают иногда случаи, которые связаны, ну, совсем уж некорректная работа видеокамеры. То есть, например, транспортное средство, ну, скажем так... Ну, предположим, фиксируется скорость одного транспортного средства. В это время другое транспортное средство стоит с открытой дверью. Получается, что водитель-невидимка, значит, двигается на машине, которая стоит со скоростью 0 км в час. Прекрасное явление природы. Периодически такие чудеса бывают, но их, в принципе, все реже и реже встречается. По данным случаям, в общем-то, общество защиты прав автомобилистов периодически, в общем-то, обращается, когда происходит уже превышение критической массы. Ну, вот в начале этого года, например, я получил письмо за подписью тогдашнего временно исполняющего обязанности Калиникова, московского ЦАФАПа. Ну, в принципе, в общих фразах он дал понять, что мне не на что надеяться по конкретному случаю. Это одно. Другое дело, что, в общем-то, указал на то, что, значит, вот эти вот сотрудники, которые делают такие ошибки, их, разумеется, берут под контроль, и они могут быть депримированы в размере половины месячного оклада. То есть, такая ситуация, в принципе, есть. То есть, могу сказать, как происходит прохождение информации, почему периодически сложно обжаловать постановлением. В первую очередь, видеоинформация стекается, не исключено, что Департамент информационных технологий, но в ЦОДД. В ЦОДД фиксируют право нарушения, у них есть, грубо говоря, центр управления полетами на втором листовом переулке, в этой неподалеку от Белорусского вокзала. Оттуда зафиксированное право нарушения, они поступают уже в центр автоматической фиксации. Изначально выборку производят те люди, которые, ну, я бы сказал, сродни волонтерами. То есть, это какие-то студенты, кто-то еще, в общем-то, они видели, что техника сработала, сработал видоискатель, кажется, что-то красненькое бибикнуло, и, в общем-то, можно нажимать на кнопку. Такая информация пошла уже в ЦОФАП. В ЦОФАПе сотрудник принимает это изображение, делает свои выводы и, в общем-то, ставит свою электронную цифровую подпись. В том случае, если нарушается трудовое законодательство, люди утомляются, прочее, прочее, в общем-то, получается, что совпадение двух элементов, какой-то студент, в общем-то, не понял, что он видит и послал, а второй сделал вывод, что первый уже все посмотрел, и можно просто поставить свою подпись, получаются вот такие вот кракозябры. Черная машина становится белой, белая становится черной, видимая, наверное, становится невидимыми, даже при четко выраженных, в общем-то, недостатках. Ну, и то же самое, кто-то где-то толкает машину, где-то машина стоит и прочее.